сейчас мы попробуем забраться в потайной ход лисички или выход посмотреть вообще какой там возможность залаза что все ушли купаться остался я один очень много разных самом деле входов все завалены похоже что в лисичку осталось только два входа главный вход и вот этот такая пещерка круто тут красиво на самом деле обраду одних трусах долго там не пробуду даже не смогу спуститься явно тут надо лезть на карачках чтобы что-то там увидеть не полезу пойдем сейчас тогда лучше в другую пещеру или вот туда попробовать залезть наверх поснимать сверху наш лагерь и все окрестности вот такой вот он второй вход в лисичку а тут еще какие-то были штольни которые завалил очень много входов со временем либо заваливает входы либо это просто яма от того что проваливается потолок в некоторых пещерах офигенная высота конечно вон там наш лагерь стоит на втором уровне вон там еще какие-то входы где-то подо мной должен быть один из входов в пещеру парабеллум кстати вот этот костяника так вот она выглядит чем-то напоминает малину можно кушать но с костями кисленькая такая но вкусная но какая-то трапка то ли ходили за дровами то ли следовали очередные входы вообще высотень судя по карте отсюда в ближайшей деревне такие кустарники такие вот залазы еще метров пятьсот семьсот наверняка здесь какие-то еще есть что ли потаенные ходы которую или просто никто не нашел может быть и засыпала полезу обратно пойду посмотрю где-то вот пробел он тут все рядом все входы самые такие основные на это ухты какая костяника когда крупная шикарно просто какая ягодка еще какие-то что ли очень много ягод вкусно единственный с косточкой берег офигенно высоты красоты панорама здесь наверно можно спуститься на Очень высокие спутки, очень крутые, вот тут я упал один раз. Надо быть аккуратнее. Содержаться не за что, никаких практически кустов или высоких деревьев или сушняк. Очень-очень обрывистый берег. Раньше люди корыли норы, закапываясь ради камня в глубину. Здесь какая-то явно была штольня, но ее засыпало. Может быть специально засыпали в наш лагерь. Вот такая вот панорама. Вдоль всего берега идет тропинка от центрального входа в лисичку ко второму вот этому узкому входу. И дальше, на берега должно быть примерно три входа в пещеру, которая называется Пробелом. Сейчас попробуем заглянуть хотя бы. Если не залезть, то позырить, что там за такие пещеры. Вон тут очень много. Весь берег изрыт штольнями, но входов в них уже нет. А ведь люди подкапывают иногда. Находят новое. Какая дорожка. Да покатушек на велосипеде как раз экстремально. Вчера мы здесь были, народу было почти никого. А в субботу приехало много туристов. Все лазят и с детьми. И уже в возрасте люди приезжают тоже посмотреть. Вот такой вот вид на Волгу. И сразу такая тропа. И какой-то вход в какую-то пещерку. Надо позырить. Скорее всего залаз тоже такой, что только ползком. Холодом оттуда тащит. Ох, шикарный узкий залаз. И вон она пещера. Вся изрисованная граффити. Куча различных насекомых. Влажность. Мне сейчас тоже туда не пробраться. Пойдем посмотрим, какие еще есть входы по этому берегу. Всего, по-моему, больше двухсот пещер. Различного объема, начиная от одной комнаты. И говорят, что в Борсущей протяженность ходов аж до 30 километров или около того. Дикий горох. Удивительно. То есть даже кто-то посеял и она сама выросла. Блин, как красиво. Какой высокий вид. Во! Во! Раз вход. Два входа. Два шикарнейших входа в пещеру. Ух ты! Там много. О! О! Зеленый все. Лесиная структура. Блин, слепни. Комнаты. А там тоже лаз. Попробуем сейчас через более красивый вход зайти. Вон там еще какой-то вход. Вон там еще какой-то вход. Что тут за вход? А, тут совсем маленький, заваленный. Как высоко. Вот, наверное, главный парадный вход. Пещеру под названием Парабелум. Вау! А тут тоже только ползком. Ох, как здесь холодно. В одних трусах тут далеко не улезешь. Здесь большая влажность. Капает. Различные звуки. И тоже большая часть пещеры завалена. Но есть гроты. Надо брать сейчас одежду. И пробовать залезть. Но тут все обваливается. Тут опасно. Вот так вот жили, наверное, пещерные люди. Самых-самых своих первых домиков. Ну вот, пропинка идет дальше. Вдоль берега. Такие вот спуски к воде, что ноги можно все переломать, если не аккуратно. Очень-очень много мест, похожих на штольни, на входы. Но все заварены. Так.